Проект по созданию в Котласе детской модельной библиотеки был написан еще два года назад, но в силу обстоятельств тогда он не стал победителем. В этом году создатели доработали продукт и попытали удачу вновь. На этот раз ответ пришел положительный. Конкурс выигран, поддержан Федерацией. 5 миллионов рублей выделено на оснащение этой детской библиотеки. Сейчас стоит вопрос о дополнительном финансировании на расходы на текущий ремонт внутри библиотеки, на частичный ремонт фасада здания. На сегодняшний день стал вопрос по дополнительному финансированию, которое связано с проведением ремонтных работ уже внутри. Замене окон, ремонту туалетов, внутри их помещений. После долгих споров, непростых, мы пришли к консенсусу по софинансированию. То есть и областное правительство выделяет нам дополнительные деньги, и мы со своей стороны, тоже со своего муниципального бюджета, будем на следующий год выделять средства для проведения ремонтных работ. Новое читальное пространство для детей будет создано по типу взрослой модельной библиотеки, но в то же время будет иметь свои фишки. Мы предусмотрели зонирование пространства детской библиотеки. Здесь появятся уютные зоны для уединенного чтения, для проведения мероприятий, зона открытия экспериментов, зона мастер-классов, тинейджер-холл у нас появится. Вместе с дизайнером мы продумали цветовое решение нашей библиотеки, оно будет выдержано в природных цветах. На написании проекта по детской модельной библиотеке создатели вдохновили открытие профессора Владимира Амалицкого на территории Котловского района, чьи труды имели мировое значение для палеонтологии. Решили сделать нашу библиотеку как детский центр по изучению наук. Мы предполагаем, что здесь мы будем заниматься детской исследовательской деятельностью, будем проводить занятия с играми, опытами, экспериментами, но и наши традиционные мероприятия тоже не будут забыты. Еще один большой проект в рамках большого национального проекта «Культура» будет реализован на территории нашего города. Он предусматривает открытие виртуального концертного зала в Котловском дворце культуры. Из федерации выделены в объеме 5 миллионов 700 тысяч, из муниципального бюджета было выделено 100 тысяч. Свою часть мы закрыли, построив свето-звуковую рубку во дворце культуры. Открытие детской модельной библиотеки и виртуального концертного зала планируется в нашем городе уже в следующем году. Продолжение следует...